Вместо того, чтобы кинотеатр смотреть, танцевать вместе с гостем. Тоже неплохое предложение. С нами на прямой связи Илья Бондарчук, артист балета вокально-хореографического ансамбля «Таврия». Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы, конечно, увидеть вас на экране. Но ладно, можно и так пообщаться. Что ж, Илья. Да-да-да. Доброе утро. Вы наслышите уже неплохо. Да, уже неплохо. Расскажите, пожалуйста, как вы, человек, который занимается в вокально-хореографическом ансамбле, вот как раз-таки вы появились, это очень хорошо, проводите режим самоизоляции и не даете своему телу, так скажем, заскучать и отвыкнуть от регулярных тренировок? Приходится выделять время двух. К сожалению, в зале нет возможности заниматься. Сижу дома, занимаюсь почти каждый день, потому что есть еще какие-то домашние дела. Обязательно время растяжки уделяю, потому что если растяжке не уделять время, то можно задеревенеть и закостенеть. Ну и, собственно, классикой занимаюсь дома, потому что без нее невозможно, в принципе, танцору ощущать себя в форме. Поэтому ежедневно, по часу в день, для поддержания формы приходится заниматься, да. Илья, ну а нам этим утром вы что-нибудь продемонстрируете из своих творческих, так сказать, изысков? Конечно. Если хотите, пожалуйста, включу музыку и продемонстрирую кусочек, который мы очень... Илья, ну и без музыкального танца. Илья, ну и без музыкального танца. И танец со случкой. Илья, ну и без музыкального танца. Илья, ну и без музыкального танца. Илья, ну и без музыкального танца. Спасибо вам огромное за то, что продемонстрировали свой талант. Действительно, захотелось немножко вам подтанцевать, подплясать в такт. Это было очень здорово. Спасибо, что это утро. Встречайте вместе с нами.